Два соревновательных дня, три тура, 12 участников из различных поселений округа и, конечно, хорошее настояние. Караоке-баттл характерен тем, что зрители имеют возможность подпевать участникам. Несмотря на то, что в битве принимают участие любители, их исполнительский уровень довольно высок и судьям приходится нелегко. Каждый по-своему талантлив, каждый по-своему личность и показывает свои сильные стороны. И при этом нам нужно рассудить, отправить кого-то на следующий год, а кого-то в следующий тур. Поэтому для меня было очень сложно оценивать. Финальный день соревнований совпал с празднованием в поселке Дня молодежи. А потому здесь можно было не только в волю попеть, но и угоститься сладкой ватой, нанести аквагрим, заняться несложным рукоделием. Мы делаем сердечки с пожеланиями. Прекрасное будущее. Мини-сердечки. Всем они интересны, объемные. А что за желания? А у каждого свое. Я не знаю, кто признается в любви, кто желает еще каких-то приятных событий друг к другу. Я не знаю, я не подсматриваю. А тем временем на сцене участники финала сражались за сердца поклонников и благосклонность жюри. В итоге победителем стала жительница поселка Володарского Ирина Воскобойникова. С песенным творчеством ее жизнь не связана. Ирина заканчивает медицинский колледж, а поет исключительно для души. Девочки, мальчики все талантливые, все музыкальные. Ну не знаю, прям было очень приятно с ними соперничать. Может где-то была я лучше, может где-то они были лучше. Но это была просто очень приятная борьба. Первый караоке-баттл в Центре культуры поселка Совхоза имени Ленина провели еще в 2019 году. И судя по ажиотажу, который он вызвал, планировалось, что песенный праздник будут устраивать каждый год. Но потом карты организаторов смешал коронавирус. Очень надеемся, что этот конкурс станет ежегодным таким уже и будет, так скажем, охватывать географию побольше. Мы надеемся, что из других городских округов будут люди приезжать, из Москвы приезжают. Главное, чтобы нам в будущем ничего не помешало этот конкурс проводить. Ни погода, ни другие какие внешние факторы. Конкурс был организован при поддержке общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее». Максим Козлов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.